Девушки отдыхают Впервые в нашем эфире Впервые в эфире, оказывается, уже в этом году 20 лет исполнилась организация А мы еще ни разу не приглашали Поговорим о деятельности этих людей во втором часе Да, именно к этой теме переурочен наш опрос на сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте Заходите, голосуйте А первая тема ничего вообще со второй не имеет Может быть, я не знаю, может быть, выяснится позже, что имеет Сейчас найдем параллели Мы делаем вот что Мы делаем то, что обещали в прошлый вторник Потому что в прошлый вторник была тема обеспечения детскими садами Местами в детских садах наших детей Но в том числе В том числе И мы говорили, что мы обязательно эту тему продолжим И расскажем, какие еще способы по обеспечению есть в принципе Какие они есть в Кирове Какие они есть в стране И насколько действенны те меры, которые сейчас предпринимают, может быть, власти И как на это смотрят те, кто, собственно, строит детские дома Детские сады Слава Богу, детские сады Простите, да Вот оговорка, видишь, какая В связи с этим мы пригласили сюда Человека, который был в прошлый вторник здесь Елену Чеснокову Председателя Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области Эксперт ОНФ Елена, добрый день Добрый день И мы пригласили сюда девелоперов Юрия Захарова Генерального директора девелоперской компании «Железно» Юрий Анатольевич, здравствуйте Добрый день Дмитрий Сергеев, генерального директора строительной фирмы «Маяковская» Дмитрий Валерьевич, здравствуйте Добрый день Ну и у нас здесь будет еще некоторое включение Потому что мы с Володей, естественно, проанализировали наши эфиры предыдущие Понимаем, что эту тему мы поднимали неоднократно И, собственно говоря, даже с присутствующими здесь застройщиками Говорили об этом где-то пару месяцев назад, упоминали о детских садах 26 апреля этого года у нас была программа «Урбан» И мы в течение двух часов говорили как раз-таки о комплексном развитии территории И где и затрагивали тему строительства новых детских садов Но надо сказать, что тема у нас звучит Появление новых детских садиков в нашем городе Как добиться того, чтобы застройщики, администрации, родители были довольны С администрацией я накануне все-таки делал попытку связаться Но замглавы администрации Веслана Шумайлова, которая курирует как раз-таки тему вот этих детских садов Обеспеченность в садах, мест в садах Она сейчас в отпуске находится А еще с одним представителем, заместителем, вернее, главой администрации Романом Морозовым сегодня не удалось связаться Ну мы, администрация знает, что наши эфиры всегда размещаются на сайте эхакирова.ру И могут его послушать, и может быть какая-то реакция последует Мы с удовольствием здесь, в этой студии, выслушаем позицию, мнение администрации города Тем более, что всех заинтересованы в решении этого вопроса, как нам кажется Смотрите, какая интересная вещь Новость, которая прошла 17-го числа, вот буквально вчера, там накануне Застройщики будут бесплатно отдавать помещение под соцобъекты Это вроде бы такая хорошая новость, как раз ее комментировал Роман Морозов, уже упомянутый нами Речь идет об объекте, который строит фирма Маяковская, Дмитрий Валерьевич, ваша Мы о ней тоже рассказывали об этой застройке в апреле месяце Речь идет о том, что в четырех домах, которые будут построены в районе Крина Будет встроенный детский сад на 50 мест И этот детский садик вы безвозмездно передаете городу Там, конечно, комментарии сразу пошли после этой новости Например, пишет товарищ Михаил Плюснин, нам известный Известный общественник Который говорит, что бесплатно вырастет стоимость квадратного метра для покупателей А так, да, для городской казны бесплатно Следующий товарищ, который подписался сыр в мышеловке Пишет точно бесплатно за счет покупателей жилья А вообще-то обязан застройщика вовремя и в полном объеме платить налоги А финансировать строительство социальных объектов Полномочия власти И такую же позицию вчера в нашем эфире в особом мнении Высказал Азиз Агаев Директор аудиторской консультационной фирмы Бизнес Информ А вот лично мое мнение Что это должно присутствовать Вот должно такое происходить Я-то считаю, я эту позицию озвучила в апреле В Урбане Что, конечно, застройщик должен Участвовать в этом Конечно, должны быть инвестиционные программы Конечно, нельзя сдавать дома и микрорайоны Без социальных объектов Без дорог, без скверов и прочее Но совершенно, на мой взгляд, резонный вопрос А насколько вырастет квадратный метр? И будут ли люди покупать это жилье? И в связи с этим мы задаем вопрос вам, слушатели 211-101, номер телефона прямого эфира 211-101 Вы готовы платить больше за квартиру, если застройщик сдает дом с инфраструктурой? Садик, дороги, сквер и прочее Да, готовы, нет, не готовы 211-101 Звоните и обосновывайте свой ответ Я бы еще добавил вариант ответа, смотрел, насколько дороже Нет, давай, да, готовы, нет, не готовы Хорошо? Вот, да, готов, пускай потом, значит, поясняют Вот мой ответ Мой ответ Да, готова Если я хочу въехать в микрорайон Я выбираю себе жилье То я как-то оцениваю свои силы и свои потребности И въезжаю в тот микрорайон, где есть социальные объекты Соответствующие моим потребностям Вот так приходится говорить То есть мы еще не на уровне Москвы, где Эта позиция, в общем-то, правительства Что никак иначе, только соцобъектами Скверами и прочим, да Москва, конечно, внушает прямо дрожь и трепет Когда ты едешь сейчас даже по самым отдаленным микрорайонам Что там творится, какая красотень наведена В любом дворе Да, но у нас ситуация вот такая Мы еще будем комментировать У нас тут есть материалы в течение всей программы Но давайте мы обратимся, кстати говоря, к маме Вот вы готовы, Алена, покупая новую квартиру Я не знаю, готовлю прямо сейчас покупать Ну, например Да, готова Платить больше Да, готова Все, конечно, в разумных пределах Никто не говорит, что если там метр жилья стоит 35 А с меня попросят 40 Ну, тоже и от квадратуры квартиры все зависит Но люди ведь редко сейчас Кто вот обладает необходимой суммой Которая приходит, просто платит и все Все равно все уходят в ипотеку То есть, ну, положа руку на себя Все равно плюс-минус там уже Но я буду знать, что у меня ребенок Вот, я из окна смотрю, как он в садик пошел, пришел Вот он в школу пошел Вот здесь дорога, никакая его машина не собьет Ни по какому тротуару там, не дай бог То есть, да, я готова платить за эти удобства Вот многодетная мама Алена Чеснокова готова Готова покупать квартиру и платить больше, если есть инфраструктура Давайте мы сейчас у Дмитрия Сергеева спросим Как достигли такой договоренности Чья это была инициатива о том, что будет встроенное помещение на 50 мест для детей В новом, да, вот, не знаю, как назвать, микрорайон Точкой застройки, в новом квартале А как шли переговоры? Возможность такая появилась у нас с 1 января этого года Градостроительный кодекс такое понятие вел, как развитие территории по инициативе собственников То есть только с этого года Только с этого года, до этого момента нормативно вот этот проект реализовать было невозможно Один момент Второй момент В 214-й федеральный закон о долевом участии в строительстве тоже такой момент появился, что при наличии такого договора мы имеем право эти затраты отнести на дольщиков То есть до этого это было бы не целевое использование денежных средств дольщиков в уголовной статье То есть появилось законодательство, а откуда выросли эти поправки? Ну это федеральное законодательство, то есть я так понимаю, что этот вопрос давно уже по стране будировал И он просто вот дреношел свою реализацию уже в проекте В законе Юрий Анатольевич, застройщики ждали этих изменений в законодательстве? Ну на самом деле да Проблема с отнесением затрат на прочие объекты инфраструктуры, в том числе социальной Особенно в проектах комплексного освоения он состоял давно уже Поэтому то, что такая возможность появилась, это большой плюс Но в целом, если описывать ситуацию, хорошо это или плохо На мой взгляд, это не есть хорошо Я все-таки тоже придерживаюсь мнения, что каждый должен заниматься своим делом И строить социальную инфраструктуру должны за бюджетные средства А мы должны исправно платить налоги для этих целей Вот к чему приводит посыл, который вы сейчас озвучили Что да, мы готовы чуть-чуть переплатить и жить в проектах, где все создано Это приводит к тому, что... Нет, это не я озвучила, это Алена озвучила Да, я озвучила и Алена, а есть может быть против, ты, Володя, можешь быть против Я пока еще не определился, честно говоря, потому что я не знаю Я хочу потом выяснить еще, а насколько вообще удорожают А, да, хорошо Я же тоже уточнила, зависит А к чему это приводит? Это приводит к повышению привлекательности уплотнительной застройки в центральной части города Где такая инфраструктура существует Поэтому в центральной части города у нас ценник местами поднимается до 60 тысяч рублей за квадратный метр И люди готовы переплачивать как раз за то, чтобы иметь в шаговой доступности школу, в которую они хотят пойти Там детский сад, магазины, ну, они платят именно за инфраструктуру Вот, и в том числе застройщики центральной, застраивая центральную часть города Могут каким-то образом, вписавшись в эту стоимость, в эту цену продажи квадратного метра Могут каким-то образом выделять средства Когда мы говорим, например, о проектах, которые строит наша компания То есть там цена квадратного метра начинается от 30 и заканчивается 39 тысячами рублей за квадратный метр Это не центр города как раз? Да, и представьте, что мы попробовали там построить за наши деньги, за деньги дольщиков, правильно сказать, и школу, и детский сад То есть там цена будет как в центральной части города, туда никто не поедет Ну, это очевидно, то есть люди все равно предпочтут жить в центре Там предложению жить где-то в более отдаленном месте Поэтому это в некотором смысле утопия На мой взгляд, все-таки правильно обмениваться такими, условно говоря, возможностями с городом, когда город предоставляет, например, землю застройщику И взамен застройщик подписывает с городадминистрацией некое инвестиционное соглашение, что он взамен этого земельного участка Обеспечивает на этой территории строительство всей там необходимой социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры И передает это городу Это разумный обмен И самое важное, чтобы эти правила были прозрачные Чтобы в эти правила могли играть любые застройщики города И таким образом рынок уже сам отрегулирует ту разумную стоимость квадратного метра Выявит тех застройщиков, которые готовы участвовать в таких программах Но это будет настоящий рынок Потому что сейчас подход достаточно странный Еще раз говорю, в центре города мы можем такой проект реализовать с городом И мы даже готовы, мы обсуждали, поучаствовать в этом проекте освоения этого квартала Если такая необходимость или возможность будет у нас Какого квартала? Криновского? Крина, да И что касается таких больших проектов комплексного освоения Там, конечно, этот инструментарий не работает Когда мы еще на своей земле строим еще социальные объекты Больших проектов комплексного освоения Это на примере ваших территорий в районе Метрограда Метроград, Ёлки-парк Ёлки-парк, знак Сейчас прервемся на одну минуту Буквально напоминаю, что мы ждем ваших звонков по телефону 211-101 Вы готовы платить больше за квартиру, если застройщик сдает дом с инфраструктурой, садиком, дорогами, скверами и прочее? Неважно, где находится, в центре города или на его окраине Продолжается программа «Дневной разворот» Появление новых детских садов в Кирове Как добиться того, чтобы застройщики, администрации, родители были доводны? И дети тоже, кстати Дети, конечно Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно» У нас в студии Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская» И Елена Чеснокова, председатель ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области Эксперт УНФ Опрос на следующий час на сайте А у нас вопрос, который звучит в прямом эфире Вы готовы платить больше за квартиру, если застройщик сдает дом с инфраструктурой? С садиками, дорогами, скверами и прочим? Да, готовы? Нет, не готовы? 211-101 Звоните и поясняйте Причем речь идет не только о центре города, но и о его окраинах И тут, кстати, в перерыве Алена сказала, что У меня просто и Елена, и Алена Я знаю, что и так, и так Алена сказала, что на окраинах иногда даже лучше Я вот, Алена, совершенно согласна, особенно с маленькими детьми Потому что, будь моя воля, конечно же Я бы жила с ребенком Я бы жила с ребенком Володя все еще думает, он еще не озвучил свою позицию Я бы жила с ребенком где-нибудь, где ближе природа, деревья, речка Но чисто с эстетической стороны я с вами соглашусь, пожалуйста Не чисто с эстетической Покой, безопасность, нет движения активного с машинами Ребенок под присмотром в уютном маленьком садике со своими соседями А не пилишь ты на другую часть города, тебе это знакомо В первое то время ты возил ребенка куда? Из своей квартиры, конечно А ты оставил ребенка и поехал на работу И, пожалуйста, он тут вот в двух шагах от дома И там у тебя все камерно и хорошо Вопрос, как еще этот детский садик организован Какие кадры там будут скомплектованы Это очень важный вопрос Но, на мой взгляд Ну, кстати, в маленьких старых садиках, как правило Вот уже как показывает практика Уже какие-то такие сформировавшиеся теплые отношения Как домашняя такая обстановка Есть и новые садики Там, где подбирают Ален, а в новых садиках, в новых микрорайонах У разумного там правительства и руководства Есть возможность внедрять инновационные технологии Например Ну, это можно и в старом садике В принципе, это все зависит все равно от заведующего садика То есть, на моем примере я много где побывала В каких садиках Я знаю, что можно сделать, когда хороший руководитель 211-101, вот, пожалуйста, вы тоже звоните Все-таки я хочу застройщикам спросить Как формируется все-таки цена жилья Когда объекты инфраструктуры там предусмотрены дополнительно За счет застройщиков Насколько это удорожает? Я бы, наверное, оттокнулся от того За сколько люди готовы покупать То есть, если ты в эту цену Платежеспособности? Конечно Если ты в эту цену входишь с инфраструктурными объектами Ты этот проект реализуешь Если ты в эту цену не входишь Тогда смысл этим проектом вообще заниматься Ну, давайте, прямо тогда на примерах разберем В квартале Крина Эти четыре дома, которые вы будете возводить С детским садиком О каких ценах за квадратный метр идет речь? Ну, три дома Три? Три все-таки, три дома По-моему, в апреле четыре было Нет, три Три? Хорошо Значит, ну, примерно тысяча рублей на метр квадратного дорожания Себестоимости Тысяча на квадратный метр удорожания Себестоимости Но садик есть А как вы рассчитывали? 50 мест Вот мы вчера обсуждали 50 мест, 50 детей Исходя из чего расчет вы производили? Достаточно их будет, недостаточно Это нормативные цифры, которые считаются Даже не нами, они считаются проектной организацией А проектная организация какая? Она от чего отталкивается-то? Что значит нормативные цифры? Город какой-то дает норму Что вот у нас население там столько Или у вас будет столько там семей Вот как она вообще? Это федеральное законодательство От количества людей, проживающих В этом микрорайоне столько-то На сотню или на тысячу проживающих Приходится детей Дети рождаются А у вас исходили Дети растут Из количества людей, которые будут жить в этих трех домах Вот, то есть на три дома, девятиэтажных Да Одноподъездных Нет, четырех-пяти подъездных Сколько всего будет квартир? Не готов ответить, не помню Четырех-пяти подъездных домов В одном подъезде четыре квартиры Считаем Достаточно Девять-треть-шесть Под сотню где-то квартиры в доме получается Не скажу Ну хорошо, не будем Достаточно 50 мест по нормативу По нормативу, да И примерно удорожание на тысячу рублей за квадратный метр Вот смотрите вопрос Значит, удорожание идет для покупателей Конкретно вот в этих домах жилья Они заплатили Садик построили там Ну на 50 мест, грубо говоря Где гарантия, что не попадут? Никакой Вот То есть получается-то, что вот Ну любой там ребенок вот из ближайших домов Он попадет в этот садик А тот ребенок, который будет жить в этом Ну и он не попадет Судя вот по нашей администрации Вот и все Садик муниципальный Путевками распределяется в муниципалитете Вот Вопрос очень не ко мне Хорошая история, на самом деле такая Но эта история, между прочим, легко решается Как раз в микрорайонах, которые удалены Нет, ну вот удалены Вот, ну да, вот Метроград Новый дом стоит, все Но нет ни садиков, ни школ новых Так скажем И все вот эти дети, они сейчас идут в 47-ю школу Сейчас пояснит нам Юрий Захаров 47-я школа И уже скоро в три смены будет учиться Лопнет Юрий Анатольевич, вы помните, мы в апреле как раз разбирали этот вопрос И там, по-моему, я находила какую-то программу По которой можно было бы поучаствовать И садик, который вы стремились построить Но были какие-то препятствия Можно было бы туда разместить Что произошло с апреля? Это не с апреля, это началось еще с приезда Министра строительства Российской Федерации В декабре прошлого года Побывав на нашей площадке Он нам тогда рассказал о том Какие возможности открываются сейчас перед застройщиками Которые создают проекты комплексного освоения территорий И в зависимости от определенного объема строительства Можно заявляться на разные инфраструктурные объекты И сейчас Федерация поддерживает именно такие проекты В области жилищного строительства И мы в эту программу Подали заявку Область нас поддержала Спасибо им за это И мы включили детский сад В Метрограде В заявку Сейчас эта заявка ушла в Москву И при утверждении бюджета 2018 года Надеюсь там этот объект появится Полностью на федеральные деньги? Полностью на федеральные деньги Я не знаю Может быть какое-то софинансирование Предполагается Но минимальное Может быть 5-10% А вот смотрите Сейчас все говорят про детские садики Но вот детские садики Непосредственно нужны вот сейчас Вот сегодня То что сейчас упала рождаемость И рождают мамочки Которые родились в 90-х годах То есть в то время Когда их дети пойдут в садик Места в принципе будут А те дети Которые вот сейчас Вот закончат садик Они пойдут в школу В школах уже мест не хватает Как вот Вот про садики сейчас говорят Да вот мы будем строить садики А школы? Школы мы тоже строим Школы мы строим В микрорайоне Знак А там какая схема используется? Там были зарезированы Федеральные средства На этот год Тоже по программе комплексного развития Территорий? Нет это Я не знаю Не по этой программе точной Не уверен что Вообще была какая-то программа Просто мне кажется Распределение федеральных средств По регионам Было прописано В федеральном бюджете Вот Мы поучаствовали в конкурсе Выиграли его Пришлось нам заплатить за это 25 миллионов рублей Чтобы Получить право строительства школы И сейчас этот объект возводится И в сентябре 2018 года Туда уже пойдут дети А саму школу мы сдадим В конце этого года уже А школа будет муниципальная? Школа будет муниципальная На тысячи детей А вы вложили в это 25 миллионов рублей? Ну это наша расходность Вообще сейчас строительство Этого объекта ведется За наши средства Мы взяли кредит И очень надеемся Что в конце года Область Выкупит у нас этот объект Как у единственного Участника конкурса Вот такая схема существует То есть вы сначала взяли кредит Заплатили А потом у вас выкупает Эту школу Выкупит за федеральные деньги? За федеральные Частично за средства Обоснового бюджета Ну вот в Метрограде Вы говорите Детский садик будет А в знаке школа? А детский сад? В знаке школа Детский сад Там тоже территория Освобождена Ну в смысле В проекте планировки Выделена отдельная территория На нашей частной земле Под детский садик И мы безвозмездно Тоже передадим городу Для этих целей Землю? А садик? Кто построит? Садик Ну надеемся Что мы также продолжим Участвовать Вот в этих возможностях Которые предоставляют Эти федеральные программы По развитию социальной И транспортной инфраструктуры В проектах комплексного Освоения территорий Потому что Еще раз повторюсь Проекты комплексного Освоения территорий Гораздо более сложные проекты Это проекты В которых застройщик Делает много больше Чем классический застройщик В центральной части города Он делает не просто дома Он делает Новую инженерную инфраструктуру Полностью с нуля Он делает Новую транспортную инфраструктуру В метрограде Вот мы Помимо того Что мы построили Городские улицы С сложностями И с отсутствием Нормального законодательства Мы два года Еще эти улицы Чистили За свой счет Не было подрядчика Нет Просто город Не брал их На обслуживание Потому что Мы были владельцем Этого земельного участка Под этой дорогой И не было процедуры При которой Нормальной процедуры При которой Мы могли эту дорогу Передать городу Поэтому Два года Мы ее освещали И убирали от снега То есть Эти затраты Несла наша компания Дмитрий Валерьевич А вот этот Еще раз Возвращаясь К вашему садику В квартале Крина На 50 мест Вы совсем То есть Вам ничего Город не заплатит За этот садик Когда вы будете передавать Федеральное законодательство Предусматривает Определенные льготы Для застройщиков Например Это Предусмотрение земельных участков Например Это льготы По налогу На имущество У нас В договоре Написано одно Создать благоприятные условия Для реализации проекта Что это значит? Не мешать Чтобы вам не мешали Это уже много? Это достаточно Две минутки У нас до перерыва Остается Немножечко по кварталу Все-таки Юрий Захаров сказал Что Мы тоже готовы Поучаствовать В развитии квартала А там что Тремя домами не обойдется Дальше пойдет застройка? Нет Там просто есть еще Смежный участок Который мы потенциально Готовы выкупить Если мы договоримся С фирмой Маяковская О совместной работе В рамках этого квартала Сергей Сергей Техническая проработка Сейчас идет Вопрос не закрыт Вопрос наоборот открыт А какие сейчас вопросы прорабатываются? Что нужно решить? Тут же детский сад Дополнительно Мы заявились на то Чтобы Мы софинансировали Строительство Этого встроенного детского сада Другого уже? Нет А вот это Потому что если мы сейчас Надробим и сделаем Несколько детских садов На 5 человек В каждом доме Но это будет На 5 детей Но мест будет больше Да То есть это уже будет Больше чем 50 50 А предположим Там 80 мест Которые позволят И Тому объекту потенциальному Который мы готовы Там возвести Тоже принять Детей По расчету Опять же В какие сроки Планируется переговоры Все-таки провести? Мы их уже ведем А ведете уже? Ну а решить Когда нужно Все это дело? Ну здесь вопрос Не такой вопрос Не только детский садик Упирается Но я думаю Что решаем А школу? Подождите За школу Алена Погодите Я понимаю Что все невозможно Скрыть Но то есть Какие нужно Существенные вопросы Решить Чтобы состоялся Этот проект Чтобы появился Там садик На 80 мест Чтобы Захаров Поучаствовал В развитии территории Здесь Не только От меня будет зависеть Там еще есть Ряд вопросов От кого У кого они Приобретают Это земельное участие То что касается Нашей организации Мы сейчас В диалоге Мы сейчас Технически прорабатываем Возможность даже То есть Есть ограничения Связанные С санитарными нормами С пожарными нормами Чтобы нам здесь Не сказать Да мы готовы А потом упереться В какую-то норматив Которую мы преодолеть Не можем А у вас У самих намерений Построить на этом Прилегающем участке Есть? Мы к этому Земельному участку Подходили раньше Чем наш коллега Чем железно Да Мы не смогли договориться А вот чем Вопросы Понятно Сейчас прервемся Буквально на 2 минуты И реклама Появление новых детских садов В нашем городе Эту тему мы обсуждаем Сегодня в первом части Дневного разворота Наши гости Юрий Захаров Дмитрий Сергеев Алена Чеснокова Еще в конце апреля этого года Замглава администрации Стана Шумайлова Отчитывалась О данной проблеме Было заявлено Что в текущем году Две строительные фирмы Готовы пойти По такому пути То есть Построить и передать На баланс города То есть Маяковскую мы знаем Маяковская А вторая Вы не подскажете Просто Не в курсе Не сумели договориться О звонке О комментариях С городской администрацией Да Там еще очень цифры Волочь Интересно Давайте все-таки Мы их приведем Благодаря федеральным программам С 2008 года Открыли 9 детских садов 6 садиков 16 садиков И это обеспечило 5600 мест С 2008 года К январю 2016 А за один только 16 год Число малышей Достигших трехлетнего возраста Стало на полторы тысячи больше Еще 700 детей Приехали из районов Две Две двести За один только год Прибавки было Трехлеток Да Это половина от того Что с 2008 года Открылась Каких-то мест И здесь кстати говоря Совершенно Справедливый вопрос У Алены Что собственно Будет с этими детьми Когда они в школу пойдут Да Когда они пойдут в школу Их куда Школа-то не строится В центре города Например И вы знаете Может быть конечно Это какая-то мечта Но вот мы тоже В Урбане говорили Еще в прошлом году Об этих историях Москва Например С этого года Они давно разрабатывали С этого года Активно открывают Так называемые Здания-трансформеры Садики Которые при необходимости Меняются В конфигурации В начальную школу В начальную школу А если опадает необходимость В начальной школе То можно переоборудовать Под просто какое-то Дополнительное Образовательное Учреждение Что-то слышали Об этом наши застройщики В Москве Да Слушали В Москве слышали То есть мы спроектировали Школу В которой Есть отдельное Помещение Для школ Начальных Классов И похожее Помещение Под детский сад То есть Они действительно Могут быть Взаимозаменяемы И все это Объединено Большим фоком Которым дети Занимаются И спортом И плаванием Такой проект Потенциально Мы готовы развивать Опять же Все будет зависеть От каких-нибудь Программ Которые позволят Нам этот проект Сделать В проектах Комплексного Освоения Это целесообразно Это выгодно Потому что За счет Того что мы Соседим эти здания Появляется То есть Увеличивается Плотность посадки То есть нам нужна Меньшая территория Для такого помещения И самое важное Дети могут Пользоваться Одной Спортивной Как минимум Инфраструктурой То есть Бассейны Спортивные залы И за счет Разнесения Графика посещения То есть Там могут заниматься И дошколята И школьники Например В каком бы Вашем микрорайоне Хорошо бы Это здание Такое учреждение Применить Ну вот В знаке Потенциально Можно сделать Второй такой объект Потому что Во-первых Микрорайон Очень развивающийся Там ведь не только Вы в этом районе Там почти все Застройщики известные Строятся По крайней мере В окружении Фирма Маяковская Там рядышком Тоже строятся Я знаю Вот ССК Кироспецмонтаж То есть Там все А школы нет И садика нет Школа будет Вот школа будет первая Но я говорю Ее будет недостаточно В перспективе Там Пяти лет Предположим Поэтому Если мы сейчас Заранее Будем Подобный проект Инициировать То Он ко времени Придется А кто сейчас Его инициирует Пока никто Пока никто Ни город Ни вы Мы проверяемся Мы сейчас проверяемся Вот эта программа Жилища работает или нет Если она действительно работает Если действительно нас С этими проектами Включат Ну мы будем Дальше продолжать Эти усилия Потому что для области И для города Это хорошо Это федеральное средство Которое наполняет Экономику региона Вам в этой программе Жилища Область помогает Правильно я понимаю Ну Их задача Сформировать пакет документов Заявок Проверить Нас Подтвердить Что мы действительно Занимаемся комплексным Освоением территорий И с пакетом документов Там отправиться В Москву А вообще Новый детский садик Это дорого? 200 миллионов Примерно Ну вот я нашел Смотрите Я нашел цифру По Кировской области Среднюю цифру По Кировской области Это федеральное агентство По строительству И жилищно-коммунальному Хозяйству На 1 января 13 еще года Детский сад На 150 мест 120 миллионов рублей Без бассейна Это без бассейна Вот это интересная история Вот ты, Володь, может быть Вспомнишь Тут новость На прошлой неделе была Что в построенном садике В микрорайоне Таком-то Сэкономили Что-то Сколько-то миллионов рублей За счет того Что не строили Строить бассейн Я не очень поняла Эту новость Вроде бы По федеральной программе Строятся садики Если я не ошибаюсь Они сэкономили деньги Чтобы не построить бассейн Где радость-то? И никто не пояснил В пресс-релизе Не сказано Вопрос никто не задает Всегда ведь Есть бесконечный бюджет То есть Чаще всего Люди пытаются Вписаться в те суммы Которые Определены бюджетом Поэтому Слушайте, ну надо так и сказать Что закончилось Федеральное финансирование И пришлось Зарезать бассейн А формулировка-то была Удалось сэкономить На бассейне Я была в шоке Честно говоря Удалось сэкономить для федералов Когда я это услышала Ну то есть Это вообще в принципе Даже если закончился бюджет Так и скажите Что закончился бюджет Удалось сэкономить У детей не будет бассейна Как интересно На самом деле У нас есть Володь Есть у нас Мнение Дениса Крутихина Который участвовал В программе Это важно Это еще один строитель Почему важно Услышать его мнение Потому что Как раз КССК В центре города Строит Большие дома Очень Да Вот Алые паруса Это КССК Изумруд Это КССК Это центр города Многоквартирные Очень большие дома А вот что он думает По поводу того За счет кого Нужно строить садики Подключайтесь Мне кажется Что обеспечение Детскими садами Школами Это все таки лежит На муниципалитете Когда идет Реновация квартала Реновация То есть Перестройка Действующих уже кварталов То соответственно Это должно лежать На муниципалитете Где-то должны они Сносить ветхое жилье Есть в этом квартале Где-то в шаговой доступности Есть ветхое жилье Которое сносится Расселяется По программе По федеральной И эту землю Вместо того чтобы Выставлять на конкурс На продажу Их можно застраивать Вот этими Социальными Объектами На какие средства Денис Леонидович На какие средства На какие средства Насчет бюджета За счет бюджета Нашего бюджета За счет бюджета Города Ну строится же У нас есть садики Которые построены Есть школы Вот сейчас строятся Там есть софинансирование Федерального бюджета То есть Это есть программа Она действующая Но там Если он не запланирован А на застройщик Готов построить И здание И детский сад За свой счет Разве это плохо Ну это хорошо Конечно для города Для города Хорошо Для горожан Для застройщика Для инвестора Это не совсем хорошо Мне бы было это Например неприемлемо Почему Ну потому что Это удорожание Квадратного метра Идет То есть у нас Президент говорит Сегодня нужно сделать Все чтобы квадратный метр Был дешевле Чтобы жилье было Для граждан Президент в Москве сидит Он там видит Как Москва обустраивается Тем не менее Он президент Мы его избрали Президент Это ты зачем оставил Володя Это ты тут к чему А это на самом деле 600 указ Майский президент Для комфортного Доступного жилья То есть речь идет Не только о комфортном Но и доступном То есть вот здесь Да Но почему-то о доступности Все время говорят А о комфортности Как-то забывают Но у нас есть противоречия То есть доступность К комфортностью Да где тут противоречия Ну если брать 600 указ президента Не забываем еще Про многодетные семьи Которым повыдавали Эти участки Там запланированные Школы и садики Но я так думаю Что дай бог Наши правнуки И вообще там Что-нибудь отдаленное То есть вот знаете Что когда говорят О доступности Вот четко должно быть Определено Что значит доступное И комфортное Вот почему мне интересно Было послушать еще раз Дениса Крутихина Потому что еще раз Вот район в которых Строят КССК Мы тоже обсуждали В наших программах Напомним Это район С прилегающей территории Бывшего Квату Где все время У нас жители голосуют Что нужен парк И образовательные объекты Вообще никакого движения Ни на каком генплане Ничего не появляется Со школами И с детскими садами Я не очень не помню Что там в Алых Парусах На самом деле Есть там детский садик Нет там детского садика Рядом с Алыми Парусами Здесь? Нет Там рядом есть детский садик Нет Про новые объекты Я тебе говорю Вот весь этот район С многоэтажками И с гигантами Алых Парусов Где там школа-то новая Где там садик новый Сквер или конференц-центр Нет Он ходит в 22-ю школу Которая по состоянию На 1 сентября Была недонагружена Вот Еще раз Я знаю просто право Из департамента образования То есть там недонагружена Школа 22-я А детские садики? Не скажу Я по школу смотрел Но вообще это интересная Конечно Детских садиков у нас Не может быть недонагруженных Потому что у нас Вон сколько местных Не хватает Вот здесь не очень понятно Конечно Хотелось бы Вот если с вами С вашими компаниями Объектами Сейчас прояснилась ситуация Мы понимаем Куда движется И есть какие-то перспективы То по этим объектам В большом куске Центра города Не очень понятно Мне хотелось бы еще спросить Юрия Анатольевич И Дмитрия Валерьевич Вот та же Светлана Шумайлова В апреле говорила о том Что регулярно Проходят встречи С ведущими застройщиками И обсуждаются эти вопросы Появления социальных объектов Один из вариантов Строительство Детских садов За счет застройщика С последующей рассрочкой Платежа из городского бюджета Это действительно обсуждалось? Да обсуждалось Ну это вот До последнего момента Это был единственный Рабочий вариант Как можно построить Объект застройщиками И передать его городу В течение какого? Времени потом Сроки до 10 лет До 10 лет? Насколько это для вас Выгодно или не выгодно? Ну с нами не обсуждалось Таким Не обсуждались? Выгодно, не выгодно Именно по такому варианту идти? Это не может быть выгодно Это просто Ну условно говоря Возврат инвестиций Без доходности Но проблема в том Что законодательство Предусматривает Гарантии Бюджета На срок там Не более 3 лет То есть Ответственность властей Через 3 года Она в принципе исчезает То есть тебя могут Просто не включить в бюджет И это будет твоя проблема Поэтому вот такая вот ситуация И добрый день Подарит садик Кстати вот я еще раз Обращаюсь к московским материалам С 2011 по 2015 год За 4 года Было создано 28 с половиной тысяч Новых мест В детских садах Ну понятно Мы там скидку на Москву делаем Но что важно 140 садиков Возвели за счет города А 41 это 25% С помощью инвесторов Уже тогда Еще без того Что изменилось законодательство В Москве все-таки действовала Программа Государственного частного партнерства Когда крупным застройщикам Передавались Довольно-таки Существенные земельные участки Под гарантией Строительства социальных объектов Участки передавались бесплатно Это то о чем вы говорите Да У нас же в Кирове Все участки передаются платно И еще просят построить Социальные объекты То есть выделяют участки Бесплатно застройщикам С условием Что те строят социальные объекты Строят А у нас даже мысли такой не возникало Никогда не у нас Мысли возникали Но реализации Ни разу не нашел Не дошло А что какие возражения были Возражений нет Но реализация Это все-таки не от застройщиков А от мунистрации То есть должна быть Земля муниципальная Либо федеральная Которая передана В муниципальную собственность И после этого Уже инициируется некий аукцион С определенными параметрами То есть город и не возражал Но и не поощрял И не делал И ни одного такого проекта не было И не делал А ваша оценка Они не умеют этим заниматься Не хотят этим заниматься Это что-то новое для них Но новый путь всегда сложен Он же Так-то вот вообще Нет-нет-нет Мы по старинке Сразу почему-то вспоминается Прокуратура в этих историях Ага Сложный путь Поэтому старый путь Нахоженный, проверенный Как бы всегда понятнее И легче Ну Москва может себе позволить Мы нет Но может быть уже пора Конечно Об этом тоже задуматься Все Время нашей программы Подошло к концу Первые половины программы Да Первые половины программы Мне кажется Что это вот и хорошие новости Которые сейчас озвучили Насчет увеличения Возможного увеличения Количества мест В квартале Крина Если договорятся Компании И то что Железно все Вроде бы двигается И с детским садиком И со школы И дай бог Будет садик-трансформер Это здорово Прямо замечательно Если такое будет Спасибо нашим гостям Юрий Захаров Дмитрий Сергеев Алена Чеснокова Мы прощаемся В первом часе Во втором часе К нам придет Владимир Семенов Председатель региональной Общественной организации Ветеран Комсомола Кировской области Редактор субтитров А.Семкин